Я тезисы, несколько тезисов выскажу, я думаю, что они привлекут меньше внимания. Я, судя по всему, обсуждением буду другие вопросы обсуждать. Первое. Вот мы говорим, что мы социальное государство. Что такое социальное государство? Вот недавно мне юристу прислали книжку, там почти нет никаких цифр. А мы, как Борис Сергеевич, математики, все-таки мы должны на цифры опираться. Для меня социальное государство, это сколько денег государство тратит, если ВВП, на образование, здравоохранение, науку и культуру. У нас 9%, вся Европа 20%. И вообще нам надо поменьше ругать Европу с их проблемами. Пратестантскую Европу. Да. Надо примерно примеры. В результате мы пандемию перенесли самым худшим образом. Хотя нам говорят, что мы вроде как поменьше. На самом деле, на миллион человек, у нас умерло 2400 человек. Вся Европа 1000. Америка 1400. Нам показывали, гробов там не хватает, еще что. Да, действительно, там местами было это дело. А у нас 2400. И население у нас, естественное обольное население, 689 тысяч. Умерло и рожденных. Это страшная цифра. Что самое главное? Вот сейчас я самая главная проблема, я бы сказал, идет. Даже она не в экономической сфере лежит. У нас нет руководителей. Кадры, кадры ужасно в состоянии. Везде, всеми предприятиями, в правительстве, в администрации президента, руководителей корпораций, менеджеры, экономисты. И самое главное, сейчас это действительно тяжелейшая проблема, потому что 30 лет мы их не выращивали. Вот уходят руководители, те, которые у нас были руководители до 90-го года. А сейчас мы их не выращивали. И сейчас это будет серьезнейшим, неэкономическим тормозом развития страны. И поэтому все изменения, которые нужно в экономической сфере приводить, они должны быть постепенными. Мы рискуем наделать массу ошибок. Поэтому только степ-бай-степ сделал, вот допустим, даже прогрессивный налог, который, конечно, должен быть обязательно введен. Но нужно все это делать в течение 3-5 лет. Степ-бай-степ, понижая ставки и так далее, повышая ставки и так далее. Это серьезнейшая область. Вот вы правильно сказали, Сергей Ильич, балансы, балансы у нас несбалансированная экономика. Нет проектов, которые можно вкладывать. Деньги есть. У нас 600 миллиардов золотовалекных резервов, долларов, фонд национального благосостояния, там 12, что ли, там миллиардов. И самое главное, у нас 31 триллион рублей на счету в банках наших и 1 триллион долларов в зарубежных банках. Но сейчас эти деньги, они деньги есть, но вкладывать проектов нет. Нет людей, кому можно их доверить, все же это завалит. Поэтому правильно, с одной стороны, Путин сказал, не надо заваливать экономику деньгами. К сожалению, это так. И самое главное, мы небережно относимся к этим кадрам, которые какие-то успехи проявляют. Вот Сергей Георгиевич пример. Грудинин там пример, там мучает и так далее. И видим это. Ну что еще? Еще одна серьезная, это уже экономические проблемы. Страшно дорогое сырье и полусырье топлива и электроэнергии. Это опять какой-то этот новый ходит к Путину и говорит, что у нас самая дешевая электроэнергия, самый дешевый бензин. Это вздор полный. В Америке бензин литр 60 центов. Но нельзя по банковскому курсу. Банковские курсы это одно. Если бы я свой бензин сначала продавал на Запад, а потом за доллары покупал, тогда понятно. Но мы это все бизнес на свои русские рубли делаем, а в этом случае, если мы по паритету покупаем беспособности, у нас бензин в два раза дороже, чем в Америке. Электроэнергия дороже, чем в Америке. Влад Искандерович более подробно может об этом детально сказать. Это губит экономику. Металл. У нас страшно дорогой металл. Ну и конечно налоговая система. У нас налоги с бизнеса, с труда. Они давят всякий бизнес. Его нужно постепенно, через несколько лет, перекладывать с налогового на бизнес, с труда, на сверхдоходы богатых лиц. Вот это обязательно нужно делать. Не сделаем, не будет никаких балансов, о которых вы говорите. Ну а это у нас нищета, малый спрос. Поэтому на народные товары малый спрос. Малый спрос на хлеб и так далее. И вот прогрессивная налоговая шкала может это и сделать. Вот по нашим прикидкам можно сделать, увеличить, освободив людей от налогов, ну до 20 тысяч рублей. Это примерно 2,2 триллиона рублей бюджет потеряет. Ну а если потом переложить на богатых, это примерно меньше процента населения. Вся остальная часть даже не почувствует. Вот только с 1 процента населения примерно можно 3,5 триллиона рублей добавить. 2,2 потерять, 3,5 триллиона добавить. Вот вам спрос зарплаты на учителей, врачей, интеллигенцию, которые нищие у нас. Вот Булат Искандарь же скажет, что у нас средний класс, который способен купить квартиру, оплатить за 20 лет, он составляет в 80 процентов. Всего 80 лет, все стоят бежи, бедные, профессор бедный. Ну и последнее, конечно, еще раз я хочу подчеркнуть, в условиях страшно низкой управленческой культуры, во всех сферах нашей жизни, и политической, и экономической, конечно, все изменения нужно делать степ-бай-степ. Только постепенно, лет на 3,5 сделал, посмотрел, сделал, уточнил, посмотрел. Все, спасибо.